Смотри, что мне для этого надо. Мне для этого нужна, естественно, свекла. Какой же борщ без свеклы, правильно? Выбираем такую симпатичненькую свеклу. Это вот какая-то не очень симпатичненькая свекла. Лук-порей. Вот эта вот целая часть. Снимаешь внешнюю, оболочку. Вообще, лук-порей когда-то, вот если ты почитаешь книжку «Молоховец», у нее полно рецептов. И лук-порей когда-то был, ну, пользовался достаточно большим, большой популярностью в русской кухне. Сейчас забыли про него. Это потрясающая вещь, понимаешь? Она придает такой классный запах и аромат. Вообще, есть даже супы по французской кухне, которые основаны на луке-порее. Дальше мне нужен обыкновенный лук. Обыкновенная луковица. В чем вообще прикол этого борща? В том, что свекла печется в духовке. Она не варится. Для того, чтобы сварить настоящий полноценный бульон, что нужно сделать? Его сдобрить нужно, понимаешь? Нужно его сделать вкусным, интересным. Что я хочу? Я хочу, я хочу, я хочу кастрюлю. Кастрюля мне понадобится такая вот, среднего размера. В кастрюлю мне нужно где-то, ну, литр-полтора воды. Литр. Сюда я бросаю вот эти два лука. Лук-порей, лук-красный. Обязательно нужно нарезать такими вот крупными кусками, чтобы они поделились своими ароматами пощадрее. На четвертинки. А вот теперь начинается самое интересное. Как из этого бульона получается то, что мы называем интересным бульоном? Нет, просто... Ага. Значит так, смотри. Еще сюда мы добавляем сельдерей. Вот, обязательно взять нужны листики сельдерея, понимаешь? Срезать всю некрасоту, которая тебе не нравится. Мне, например, не нравится вот тут. Поэтому я от этого избавляюсь. Так. Вот, ты видишь, что у меня здесь порей, лук-порей. И сельдерей. Сельдерей, стихи. Красный лук. А теперь... Так как этот бульон, в принципе, овощной, понимаешь, и в нем нет как бы такого ингредиента, нет мяса, нет рыбы, чтобы что-то сделало его насыщенным. Поэтому тут приходит на спасение специи. Если бы не было специй, то это было бы вообще невозможно есть, я тебе честно скажу. Так, перец горошком. Мне нужно 10 горошин. Слушай, я тебе с закрытыми глазами дам, ты пересчитаешь, у меня здесь 10 горошин. Верю. Практика. Так. А теперь вот есть такая потрясающая классная приправа, которая называется приправа к борщу. Вот этой приправой мы кладем ровно горсточку. И вот все это теперь отправляем на огонь. Значит так, это должно закипеть, потом ты должна убавить газ. Ну и вот теперь самое интересное со свеклой-то. Свекла у меня помыта. Ты берешь, срезаешь с нее эти вот попки. Вообще, на всякий случай споласкиваешь, я бы сказала. Угу. Чтобы, не дай бог, никакой песок тут не остался. Смотри. Теперь берешь эту свеклу. Нарезаешь вот такими крупными кусками. Ты помнишь, мы с тобой на Новый год запекали свеклу? Маленькие свеколочки. Маленькие свеколочки. Вот если ты хочешь, кстати, запечь свеклу просто, это очень вкусно, если ты помнишь, то вот можно, и у тебя нет маленьких свеколочек, ты можешь нарезать вот такими крупными кусками, то это тоже получится обалденно. Теперь берешь какой-нибудь протвенек небольшой, выкладываешь сюда эту свеколку. Вот ее нужно обязательно посолить в самом начале. Посолить. И потом, вот слушай, чтобы мне сейчас пришла такая идея, я сейчас сделаю ход конем. Так как мне эта свекла нужна в почь, то я и ее присыплю этой приправой для борща. А так как в тепловой обработке приправа в духовке начнет просто усиливать и свой вкус, и вкус свеклы, то получится просто объедение, пальчики оближешь. Посолить нужно совсем чуть-чуть, недословно столя, как говорится. И это я отправляю в духовку на 20 минут. Смотри. Свеколка, ты посмотри, какая красота. Ты понимаешь, что происходит со свеклой, когда она помещается в духовку? Свекла начинает карамелизироваться. То есть то, что она вот так чуть подгорела, она же пахнет карамелью свекольной. Ну не даром же сахар делает из свеклы, ты понимаешь? Вот эта свекла сейчас, я бы ее прям вот так вот ела. Но что мы сделаем? Подожди, уберем картошечку. Некогда, некогда есть. Смотри, ты берешь эту свеколку и вот такими вот тоненькими полосочками нарезаешь. Вот в суповую мисочку бросаешь вот такие эти ломтики печеной свеклы, да? Ну и это еще не все. Берешь лимончик. Чуть-чуть лимонного сока, пару капель. Если бы это была еда не для Маруськи, я бы сюда еще чуть-чуть подлила белого вина. Было бы очень вкусно. И теперь вот тем бульоном, который, видишь, какой у меня получился прозрачный, наваристый, я вот это заливаю. Продолжение следует...